Регистрация начинается с 1 января и будет проходить до 20 февраля. По словам директора Донецкого регионального центра оценивания качества образования, в этом году регистрация мало чем отличается от прошлой регистрации. Абитуриент должен прежде всего определиться с высшим учебным заведением, в которое он собирается поступить, и познакомиться с условиями приема в данный ВУЗ. Затем зайти на сайт Украинского центра или Донецкого регионального центра качества образования, к себе на рабочий стол компьютера принести программу регистрации, заполнить соответствующие данные, распечатать, сложить в конверт регистрационную карточку, копию документа об образовании, справку с места учебы, если он обучается, и если ему необходимо особые условия по медицинским показаниям, в медицинскую справку и отправить все это в адрес Донецкого регионального центра. В этом году срок регистрации на тестирование сокращен. Если в 2011 регистрация проходила до 1 марта, то в 2012 она продлится до 20 февраля. Но эти сроки не нарушают требования к срокам регистрации. Она должна проходить не менее 6 недель и не менее чем за 3 месяца до начала прохождения тестирования. И все те письма, которые будут отправлены на конвертах, если будет указан штемпель почтового отделения, 20 числа они все будут обработаны. Несмотря на то, что они могут прийти и 25 февраля, и 1 марта, но все те письма, которые будут у себя иметь отметку ухода с отделения связи 20 числа, они будут обработаны. Владимир Власов уточнил календарь тестирования. Пробные тестирования будут проходить 24 и 31 марта 2012 года. Основная сессия начинается с 14 мая и будет проходить по 7 июня. Но первое тестирование будет проходить 15 числа, а первым предметом будет химия. Дополнительная сессия будет проходить с 18 июня. Обязательными предметами, по которым будет проходить тестирование, остались все те же предметы, которые были в прошлом году. Практически остались все предметы, которые были в прошлом году. Ни один из предметов не выбирали. Единственное, что добавился в этом году, предмет всемирная история. Основным предметом по-прежнему остается украинский язык и литература. А прежние годы были обязательные и математика, и история Украины. В этом году этого нет. Каждый вуз сам определяет, какой предмет для него является профильным. То ли это математика, то ли история Украины, то ли иностранный язык, то ли химия или физика. И каждый абитуриент уже готовится в соответствии с теми требованиями, которые определены в том или ином вузе на той или иной специальности. В 2012, как и в 2011 году, можно будет выбирать язык, на котором есть желание сдавать тесты. Так же, как и в прошлые годы, абитуриенту дано право проходить тестирование на том языке, который он считает для себя родным и по которому велось преподавание в учебном заведении. Он вправе получить две тестовые тетради. На языке оригинала, украинский язык, и плюс, то ли это будет на русском языке, то ли на крымско-татарском, то ли на польском, это уже его дело. Также в условиях приема Министерства образования определено, что абитуриенты могут использовать сертификаты тестирования с 2008 по 2012 включительно. Они могут составить ту комбинацию из предметов, которая их устраивает для поступления в высшее учебное заведение. А в пунктах тестирования могут быть использованы видеонаблюдения и металлоискатели, для усиления контроля за проведением тестирования. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.